Здарова парни, с вами как всегда JumboMax и данный видос будет посвящен данному игровому креслу. Если что, данное игровое кресло от Thunder X3 и модель у него называется по-моему EC3, если я конечно не ошибся. В этом видосе я вам расскажу минусы, плюсы, но самое главное вы узнаете, что произошло с этим креслом спустя 2 года. Вообще данный видос я пишу по вашим же заявкам, потому что меня просто куча людей заколебала спрашивать, что же у тебя произошло с креслом спустя 2 года. Ну видимо кто-то хочет купить данное кресло и теперь в принципе вы узнаете, что случается с креслом за эти 2 года. Если что, данное кресло я покупал в 2019 году, снимал про него обзор, он кстати довольно-таки неплохо зашел. Да, спасибо вам за большую поддержку и не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Это игровое кресло по сути первое мое игровое кресло, которое я вообще когда-либо покупал, потому что до этого я сидел либо на супер-мега табурете, либо на каком-то компьютерном кресле, которое к сожалению за некоторое время просто облезло. Если вот так вот взглянуть на это кресло, то в принципе в нем мало что поменялось, да, в нормальное кресло и так далее. Но на самом деле за 2 года все-таки у него появились минусы, о которых я сегодня расскажу. Внешний вид кресла по сути не изменился, оно все так же классно выглядит, все зелененькое, ничего вроде как, почти ничего не потрескалось. Вот, и в принципе визуально все как бы нормально, но давайте перейдем более детально. Первое на что я хотел бы обратить внимание в плане минусов использования за 2 года, это ручки. Дело в том, что вот они простые такие ручки, то что здесь обтерлся это как бы ничего страшного, потому что у меня был стол, они немножко, ну типа терлись и так далее, как бы это все допустимо. Но самое бесящее в этом кресле, что мне как бы не очень понравилось, это то, что за какой-то промежуток времени у меня просто треснули ручки. Вот просто так. То есть видите, вот эти штуки, да я заклеивал уже раз 10, но вот здесь просто идут вот такие вот щели, просто трещины, которые немножко бесят. Дело в том, что как бы я по сути, ну нормально опять же к ручкам относился, никак их не рвал, не теребил, они просто наверное лопнули под давлением. То есть я всегда стоял сюда локти и видимо из-за шва они просто лопаются. Если что, кстати, не одно, не один, вернее не подлокотник, а целых два. Да, вот здесь у меня тоже такая же фигня, я тоже клеил на клей, но это особо не помогает, потому что оно становится жестким и все равно вот так вот трескается. Это к сожалению. Второе изменение, которое произошло с данным креслом, вернее с его аксессуаром, это подушечка. Дело в том, что она промялась, капитально помялась, несмотря на то, что здесь поначалу все было нормально, где-то наверное год с лишним, но потом она все... носок... Но потом она просто промялась и в итоге не особо поддерживает спину. Помимо всего этого у кресла немножко треснула вот эта вот нижняя часть. Я не знаю, как она называется, короче, там, где у вас лежат ноги. В принципе, кресло, оно не сильно потеющее, но тогда, когда ты, по сути, прилегаешь на голое тело, все-таки плотно от этого не избежать. И в итоге, видимо, из-за пота или из-за каких-то других штук вот треснули вот такие вот маленькие... Ну, короче, маленькие такие вот дефекты появились. Они, опять же, не особо смущают, но в любом случае они есть. Вот. Ногу не корябают, но просто имейте в виду, что в конечном итоге у вас вот, наверное, эко-кожа даст сбой и покорябается вот здесь. Как бы здесь все хорошо, а вот здесь вот немножко все-таки не очень. В принципе, по визуальной части, наверное, претензий больше нет, но вот самый глобальный минус у этого кресла, который я обнаружил со временем, это скрип. Дело в том, что оно действительно очень сильно начинает скрипеть после продолжительного использования. Я его, если что, не подкручивал, не смазал, хотя, может быть, и надо было, но я так не делал, потому что я не особо люблю париться над тем, что покупаю, потому что... Ну, короче, потому что это я, я лентяй. Сейчас я, в принципе, продемонстрирую, как он у нас скрипит. Почему меня это бесит? Дело в том, что, когда я записываю видос или виду стрим, мне, по сути, надо не двигаться на этом кресле, чтобы не создавать лишние шумы. Вот, например, я вот сейчас просто локоточком вот так делаю, и она немножко скрипит, и вы, наверное, это слышите. И это, к сожалению, не очень. Брал я это кресло в свое время, по-моему, за 1012, по-моему, где-то 14. Сейчас она стоит около 16-17, и, несмотря на такую цену, я считаю, что данное кресло все равно за 2 года вообще нормально себя продержало и, в принципе, держит. Менять я его пока не собираюсь. Вот, в принципе, удобно. Кстати, подушечка, которую, ну, про которую говорили, что она не сильно вдавливается, на самом деле так и есть. Она у меня практически не продавилась, все нормально, и сидеть так же удобно. Вот, если вы вдруг будете думать над покупкой данным креслом, да, и у вас не особо много денег, то, в принципе, как один завоевает, а более чем. А так, в целом, как бы, кресло нормально сохранилось, живет нормально, и поэтому как-то так. Так, я очень надеюсь, что данное видео все-таки поможет, и мне люди как можно меньше будут писать в ЛС по поводу этого кресла. Вот, если, опять же, как-то все это обобщать, кресло нормально, но со временем просто появляются дефекты. Не знаю, как у других кресел, потому что другими я особо не пользовался, но это такое, как оно и есть. Вот. Короче, на этом все. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какое игровое кресло у вас, если вдруг такое. Напишите, как у вас оно сохранилось, потому что вдруг это, как бы, мои тараканы, все дела. В общем, спасибо за просмотр, до новых встреч.